Всем привет! Сегодня мы отвечаем на вопросы. Нам их приходит обычно очень много в инстаграме, на ютюбе. И сегодня мы решили собрать их все-все и ответить в одном видео. В какой школе вы учитесь и какую компанию использовали? Мы учимся в школе Мацудо. У нас есть про неё видео, как она выглядит, как мы учимся наш весь школьный день. Где это будет? Здесь. Ехали мы через компанию Манабо, русская организация, которая помогает со всем этим бесплатно. Они отправляют вас, и здесь уже за вами следит школа. Они помогают оформить документы ваши от вас, помогают школе оформить документы на вас, помогают оформить сертификат в иммиграционной службе, для того, чтобы вы получили визу учебную. И всё. И за отдельную плату помогают оформить саму визу в России, и ещё встречают из аэропорта, ну, помогают в дальнейшем. Почему решили учиться в языковой школе? Довольны ли выбранной школой? И как нашли средства на долгосрочную учёбу? Ну, давай, с первого вопроса. Почему решили учиться в языковой школе? Захотели? Учиться в языковой школе. Ладно. Мы вместе учились в университете. У нас там, на выбор, можно было изучать китайский, корейский, либо японский. Мы выбрали японский. Два года его учили, съездили в Японию, посмотрели Японию, решили, что здесь очень классно. И решили, что мы будем здесь в языковой школе. Съездили, да, как туристы. Просто на недельку посмотрели Токио чуть-чуть. И поняли, что, ну, можно ехать, надо ехать. Потому что, что делать в нашем городе, мы не знали лично мы после выпуска из университета. А так как была подоплёка с языком японским, чуть-чуть мы его подучили. И подумали, что вот есть такая возможность поехать дальше учиться в языковой среде. И это очень классно, это доступно, ну, относительно доступно. Если у тебя есть деньги, это выполнимо. В отличие от, ну, других стран. И стран, в которые вообще невозможно попасть. А в Японии достаточно легко по студенческой висе попасть. Грубо говоря, да, если у тебя есть ноготь учёбы, деньги, без проблем тебя пускают в страну. Да, вопрос, откуда деньги? Довольны ли выиграны школой? Школой? Ну, в принципе, да. Первые полгода вообще очень довольны были. Прям не могли нарадоваться. Сейчас уже так, подуспокоились. И всё хорошо. Ничего не напрягает особо. Ну, я, я лично довольна очень школой. Даже спустя год, я думаю, что у нас очень хорошая школа, мы делали хороший выбор. Мы к нему подошли очень ответственно. Ну, да. Мы выбирали школу сколько? Несколько месяцев, мне кажется. Месяца три, наверное. Да, мы прям, ну, всё-таки сёрчили. Читали всё, всю информацию, все отзывы, ну, всё вообще, что есть в интернете, на русском, на английском, про все школы, которые были в... Ну, нам предложены, так сказать. И долго сомневались, долго между там двумя-тремя школами выбирали. Всё-таки выбрали эту школу. И я доволен до сих пор. Очень мне нравятся учителя. Очень нравится сама школа, то, что она маленькая. То, что у нас всего там человек 150. Даже, мне кажется, 200 нет. Ну, наверное. На всю школу. И учителя все знают, каждого в лицо. Так же, как директор тоже всех знает. Всегда с нами, ну, не сказать, что на связи, но всегда в курсе всей нашей жизни здесь, в Японии. Учителя всегда интересуются там какими-то нашими повседневными делами. Ну, то есть, это не то, что, как бы, вот ты в школу приходишь, и просто тебя учат, там, уроки заканчиваются, ты идёшь и сам себе предоставлен. Здесь нет такого. Здесь, как бы, мы дружим с учителями, мы куда-то ходим с ними, мы там на посиделки их приглашаем. В школе себя не чувствуешь одиноко, в чужой среде себя не чувствуешь. Ты приезжаешь, у тебя сразу есть какие-то люди, которые 24 на 7, ты можешь написать, они тебе ответят, они тебе помогут, приедут там, если ты забрел, тебе привезут то, что тебе нужно. Тебя, ну, всегда выручат. Много было уже за год ситуаций, и у нас, у наших одноклассников, когда нужна была помощь срочная, буквально пишешь директору смс-ку, и она приезжает, типа, через час, и всё там тебе чинит, устраняет. Да, и даже ночью, когда у нас отключился свет, ну, да, это ночь была уже практически, мы написали, скинули фотку, типа, у нас нет света. Она написала, ну, типа, вы немножко глупенький, переключите выключатель в щетчике. Ну, да. Ну, в этом плане, да, всё замечательно, вообще проблем нет никаких. В плане учёбы, вообще, мне к чему придаться. Ну, не с чем сравнить поездку. Вот единственная общага рядом с поездом. Ну, мы привыкли. Да, конечно, привыкли. Мы привыкли, мне кажется, за месяц, и я вообще не слышу. Я с первого дня в дом поехал. Да, 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 поэтому мы иногда это... Можем говорить, может приезжать поезд, но потом проверим. Если слышно, значит, всё нормально. Как нашли средства в срочную учёбу. За нас обеих платят наши родители, потому что в университете в России мы уже отучились, там были на бюджете. Здесь можем себе позволить учиться за границей. Вот, спасибо родителям. Всегда. Можно добавить, что есть ребята, которые платят за себя сами? Да, но это ребята взрослые, которые в России уже, там, 5 и сколько-то, там, 10 лет поработали на работе настоящей, с нормальной зарплатой. Накопили денег и приехали сюда. Конечно, им тяжело. Вообще без помощи финансовой от родителей, мне кажется, невозможно выжить здесь. Ну, это надо очень-очень сильно поднапрячься и перерабатывать, скорее всего. Да, все говорят, что если у вас есть деньги только на первые полгода на учёбу, вы их заплатили и едете с нулём рублей, иен, то это плохая идея. Это не то, что плохая идея, это смертельно. Ну да, да, потому что здесь работать так, чтобы ещё откладывать, это надо очень-очень постараться. И так, на грани с тем, что, ну, с переработкой это опасно для визы в дальнейшем. Да, это противозаконно и вообще нет варианта так делать. Есть ли варианты получать деньги от родственников из России, находясь в Японии на обучение? Сколько в среднем у вас уходит денег на такую жизнь? Ну, давай про варианты получать деньги от родственников из России. Ну, вот ещё неделю назад вариант был суперски получать с лифт-переводом из банка, как он называется? Приморье. Приморье. Ну, ещё несколько банков вроде так же работали. Вот, сейчас ситуация стала чуть похуже. И вот, сейчас мы находимся в таком периоде, когда пока мы не знаем, как получать напрямую из России из-за новых санкций. Но вроде как сейчас всё там фиксится, чинится. И я думаю, что скоро мы продолжим также получать просто пассивт-переводу на нашу японскую карту. Наши японские карты. Вот. Это один вариант. Второй вариант, который я использовала, Катя не использовала, это получать через друзей, которые находятся в Армении, Азербайджане, возможно, Китае даже. Вот, это через Тинькофф, это вы договариваетесь с друзьями, отправляете на их армянскую там или азербайджанскую какую-либо карту, с которой работает Тинькофф. И они уже вам, собственно, наручно как бы переводят на вашу карту. Тоже вариант работает даже попроще, чем из России получать, потому что ничего доказывать не надо. Это просто перевод, как бы, между странами. Ничего не просит. Вот, вот, еще есть криптовалюта, но мы не пользовались пока что. Вот. Ну, а так, конечно, если ехать сейчас, то лучше просто брать наличкой доллары, евро, иены, что получится, потому что ситуация такая. Не рубли, рубли не брать ни в коем случае. Да, год назад я взяла с собой рубли, совсем чуть-чуть, там, 10-20 тысяч, они до сих пор лежат, их здесь перевезти, ну, практически невозможно. Только если кто-то уезжает обратно, и вы договариваетесь вот уже на месте. Да. Еще карты, некоторые карты работают до сих пор. Да, но мы так и не используем. Кто приехал год назад с картами, как, UnionPay? UnionPay, да. Некоторые банки еще работают до сих пор, люди снимают здесь с карт деньги, но, ну, буквально каждый месяц там по несколько банков отсеивается, они блокируются, и, ну, что будет завтра, никто не знает. Сколько в среднем у вас уходит денег на такую жизнь? На такую? На такую жизнь у нас уходит 120 тысяч йен в среднем. С человеком? Да. Ты не знала? Ну, когда мы сюда приехали с уже оплаченной общатой, то есть, как бы, учитая 25 тысяч, у нас уходило первые три месяца по 50-60 тысяч йен. Это вот очень-очень экономная жизнь, такая, мы ничего особо излишне не покупали. Вот сейчас, не сказать, что на широкую ногу, но ни в чем себе не отказываю, можно сказать. Ну, ни в чем, но едино сбалансировано. Это уже, уже дорого в Японии. Да, за все это время, да, цены поднялись немножко, вот. Ну, вот 120 тысяч тире, ну, 150, мы, по-моему, один раз так потратили, и то это общага была за два месяца. Ну, вот 120 тысяч возьмем так. Это 40 тысяч из этого, это обязательные траты, это общага, это коммуналка, это страховка телефон, ну, это может быть там Spotify какой-нибудь, так мелочи накинули, вот это будет 40 тысяч. Плюс еще где-то десятка на, наверное, проезд, вот, и на жизнь, то есть еда, какие-то развлечения, да, какие-то развлечения, вода, что-то купить, какой-то, какую-то одежду, вот это все, ну, оставшись там 50-70 тысяч йен, вот. Вот, ну, в принципе, ну, вот чисто если еда, месяц, сколько? Ну, 40 тысяч человека, 30 тысяч, может быть. Это включая, если вы хотите сходить в ресторан, если вы что-то заказали, если вы приготовили сами, я считала, ну, где-то 40 тысяч человек, йен, это все в йенах. Ну, вот как-то так. Это даже включая, там, если позвали друзей, то есть так вот максимум, вот. Ну, в принципе, нормально, ну, да, ну, у нас много денег уходит на еду, почему? Не потому, что мы много едим, но это тоже, а потому, что мы много едим овощей и фруктов. А, да-да-да-да-да-да, а фрукты это? В Японии дешево, ну, я бы не сказала, что дешево, но еда, вообще продукты достаточно нормальные по цене, примерно как в России, ну, чуть-чуть подороже, ну, да, ну, примерно. Да, да, вот если, допустим, вы питаетесь чисто как японцы, там, три раза в день рис, мисо-суп из тофу и этой мисо-пасты и кусочек красной рыбы. Вот если у вас такой рацион, то это недорого. На еду у вас будет уходить не очень много денег, можно еще дешевле питаться, мы знаем людей, которые питаются вообще одним рисом и живут, и уже год прожили, и все нормально. Ну, никаких проблем. Но если вы хотите питаться, как мы привыкли. Как в России. Ну, грубо говоря, каждый день там огурцы, помидоры, салатик какой-то есть, то, да, будьте готовы, что... Это будет дороже. В супермаркете, да, ваши чеки будут очень классные и приятные, особенно если еще фруктики какие-нибудь. Да. Потому что фруктики, ну, бананы стоят недорого, 4-5 штук, там, рублей 70, все остальное дорого. Да. Пандаринные апельсины дорого, яблоки вообще одно, маленькое, там, 50 рублей. И овощи также поштучно продаются, штука, там, от 100 е 50 рублей. Ну, в общем, свежая область. Ну, да-да-да, вот это вот как раз. Да. Мясо тоже достаточно дорого. Курица дороже, чем в России. В общем, если вы хотите здорово, нормально здесь питаться, это дорого. Тем более, сейчас, когда поднялись цены, я видела, что кто-то писал у нас в комментариях, что в Японии дешево, все дешево, типа, зарплаты растут, а цены не растут. Все наоборот. Как во всем мире, все нормально. Да, зарплаты здесь не растут. Ну, как говорят японцы, они никогда в жизни не росли, вот когда они там, наверное, с каких-то новевых годов, у них зарплаты до сих пор такие же. А цены растут. Вот когда мы приехали, было повышение цен. В мае, что-то такое, ну, около летом, было, подняли цены на все. И в честь этого государство каждому человеку, в том числе и иностранцу, выделило по 50 тысяч йен. Нам бросали 50 тысяч йен, типа, ну, единоразово. Мол, ну, поднялись цены на еду. Коммуналка то, что еще поднялась. Да, коммуналка поднялась, цены на газ выросли, как и везде в мире. Инфляция здесь существует. Цены здесь поднимаются. Интересует средняя зарплата в час в Чили. Тысяча я, я думаю. Да, я тоже так думаю. От самая маленькая, 950, ну, что-нибудь такое. Самая большая, тысяча двести. Да. Ну, вот, в среднем где-то тысяча. Плюс оплачивается проезд туда-обратно. Вот. Ну, и у нас, как бы, если работать не перерабатывая, где-то 100 тысяч, 120 будет выходить. Да, в месяц. Ну, если не сильно урабатываться совсем. Ну, да, двадцать, двадцать четыре часа работаешь в неделю, вот. Ну, и получаешь, в принципе, столько, сколько тратишь. Вот. Поэтому очень сложно копить. Да, копить ничего не получается. Да. Дорого ли ездить на такси? Не знаю, мы не ездили, но дорого. Ну, знаем, мы видели цену, но мы не ездили. Да. Можно проехать, ну, наверное, километров пять и будет стоить около десяти тысяч. Реально? Да. У меня периодически в карте влазит, когда я смотрю путь куда-нибудь на поезде, мне влазит, типа, возьмите такси, и там цен там, ну, от десяти до тридцать тысяч, я думаю. Да, беру. Сложно. Очень сложно. Очень страшно. Да. Мы не пробовали еще пока что. И нет смысла. Везде очень хорошо развитая система транспорта, метро. Плюс многие ездят на велосипедах. Японцы на велосипедах ездят круглый год. Вообще ничего не боятся. Везде, абсолютно. Парковки велосипедные везде есть. И я вообще не вижу нужды ездить на такси. И не понимаю, почему оно такое дорогое. За сервис. Потому что там все классно. Все очень элитно. Ну, да. Ну, это премиальный сегмент. Ну, да. Нужно какой-то уровень достатка иметь, чтобы язык не просил. Средний язык в японии. Ну, мы сказали. Нет. Ну, если из нормальных фирм, ну, сколько я читала, что вот специалист, который закончил университет, идет на работу, и у него зарплата стартует от 200 тысяч ян в месяц. Вот. И потом он уже работает. Это 100 тысяч рублей. Она нам не говорит. Но все японцы никогда не скажут, какая у них зарплата. Да. Мы пытались выпытать. Мы... Никогда не скажут, сколько они платят за квартиру. Ну, типа вот прям надо сильно нажать. Про деньги вообще не говорят. Мы пытались выпытать. Мы спрашивали, сколько для тебя нормально тратить в месяц. И она говорит, я вам не скажу, потому что вы тогда вы считаете мою зарплату. Мы такие, ну, ладно. Ну, я думаю, что 200-300 они получают спокойно по среднему. Ну, да, стартовая зарплата официально считается 200. То есть ты в фирме, когда ты заканчиваешь универ, надеваешь белый воротничок, идешь в фирму, садишься за компьютер, тебе платят 200 тысяч ян. Обязательно ли на счету иметь энную сумму зеленых для обучения в языковой школе? Или это как-то все-таки можно обойти? Это нельзя обойти. Более того, чем больше вам лет, тем больше нужно иметь на счету. Просто если вы закончили универ, так же, как мы, у вас гарант. Когда вы оформляетесь на учебную визу, нужно вписать гаранта. Это чаще всего ваши родители, ну, либо тот, кто сам заработал, пишет себя. Но лучше всего, если гарант ваши родители, они платят за учебу, тогда на счету вашего родителя, который платит за учебу, должно быть, когда мы уезжали, 15 тысяч долларов. 14-15 тысяч долларов. Вы просто берете справку и все. Плюс, нужна ставка о том, что гарант зарабатывает в месяц не меньше 800 долларов. Да. Было такое? Ну, я помню, просто не помню, сколько именно было. Да. Ну, эту справку можно сделать, то есть, они не будут отслеживать, копились ли у вас эти деньги все это время. То есть, можно попросить, там, друзей, знакомых, там, родители то же самое могут сделать. Ну, можно подумать разный способ, просто чтобы в один день у вас, у вашего родителя на счету было 15 тысяч долларов, вы взяли с этого справку, потом уже эти деньги, куда хотите, возвращаете долги. Вам не полагается премия за удачную рекламу языковой школы? Я надеюсь, я надеюсь, потому что мы нашу школу любим, очень часто про нее говорим, снимаем. Ну, про то, что мы снимаем и рассказываем, наша директриса и руководство, они знают, они это поощряют. Да, они очень рады этому. Да, они смотрят, предлагают помощь, если она нужна, как бы, про премию уж говорить не будем, но... Да нет, нет, нам не платит никто за рекламу от школы и за то, что мы снимаем видео. К сожалению, нам никто не платит. Да, но если хотите... Подскажите, а товары с Японии вы не пробовали отправлять и зарабатывать? Хотелось бы, но сейчас такая ситуация, что мы можем получать по ссылке товары из России, но мы не можем ничего отправлять, только если частными компаниями, что очень дорого и, в принципе, невыгодно. Вот. Но из России мы получаем спокойно от родителей довольно-таки быстро. Да, просто почта России, представляете? Почта России работает. Вне России она работает. Вне России она доставляет за две недели до Японии. Да, делая круг через все страны, через Объединенные Арабские Эмираты она едет, но приезжает за две недели очень быстро. Вообще, почта России никогда не думала, что буду хвалить, а тут уехала из России и хвалю. Да, но ничего отправлять мы не можем, к сожалению. Ну, это проблема японской почты, не почта России. А, да, почта России. Это японцы просто, когда начался коронавирус, они перестали, что это, в морскую почту, ну, по морю переправлять. И до сих пор не возобновили. Забыли вопрос еще один про деньги. Какой налог платят студенты, которые подрабатывают? Слышала, что нельзя превышать какую-то сумму, чтобы не платить? Если знаешь, подскажи эту сумму в год или как это в целом работает? Тема с налогами очень сложная в Японии. Сами японцы, если бы они могли материться, они бы матерились, когда начинают про нее рассказывать. Тут на все налоги. Тут только нет налога на то, что ты дышишь. Пока. Пока. Вот тут буквально на все есть налоги. Но мы, как иностранцы, которые подрабатывают здесь официально, должны платить определенные налоги. Но там очень много условий. Вообще есть два налога, не считая пенсии, которые, по сути, все должны платить, кто работает на территории Японии. Мы тоже. Но этот налог платится, если ты зарабатываешь год, более миллиона тридцати тысяч йен. Ты платишь этот налог, там, по-моему, стартовый процент что-то пять. Это, короче, подоходный налог простой. По-моему, пять процентов. И чем больше ты зарабатываешь, тем больше там этот процент. Ты, если там уже 2 миллиона, там уже 10 процентов отдаешь. Люди, которые зарабатывают очень хорошо, там, 10 миллионов в год на обычной работе, они отдают практически 50 процентов своей зарплаты просто подоходный налог. Это ладно. Мы работаем, можем работать 28 часов в неделю. Если мы работаем на подработки за тысячу йен в час, мы переработаем весь полный год, там, каждый месяц стабильно 28 часов, мы зарабатываем больше миллиона йен. В любом случае, мы там намного больше получается. Мы вылазим за этот предел и начинаем должны платить этот налог. Но лично мы пока что, так как у нас первый год, мы, во-первых, приехали не с первого месяца года, не в январе мы приехали, не приехали в апрель. Устроились на работу мы в июне, то есть, грубо говоря, полгода мы не работали вот этого финансового года. И благодаря этому за 2022 год, четвертый год, эры-рейва, мы за 2022 год, мы не наработали этот миллион, и за этот год мы налоги не заплатили. Но год начался от следующий. Скорее всего, за вот этот типущий год, пятый, второй наш год жизни в Японии, пятый год эры-рейва, 2023 год эры Иисуса Христа, мы будем платить уже этот налог. Я думаю, что заплатим и расскажем вам. Плюс еще, есть второй налог, который мы должны платить, но мы не платим тоже. У него тоже есть, там, около миллиона этот порожек. Пока что мы его не переступили, но как только мы его переступим, мы будем платить налог на жизнь. Точка. Налог на проживание в своем районе. Просто, просто налог за то, что ты снимаешь квартиру в своем районе, и ты здесь живешь, на этой площади. И он тоже, он практически такой же, как подоходный налог. Еще пять процентов у тебя с зарплатой уходят. Интересно просто, с какого по какой месяце открыт купальный сезон? Ты знаешь? Я не знаю. Мы один раз были на море, в океане. Это было в июле. А, в начале августа. Пальный сезон здесь зависит от места, в котором вы купаетесь. Япония же такая очень продолговатая страна. Архипелаг. На правом острове свой климат и свои сезоны, естественно. И купаться в каждом месте по-разному. В разное время можно. Плюс еще есть такие вещи здесь, как сезонные приплывы медуз. Я про это знаю. Морских чудовищ. То есть там в сентябре они приплывают, и все, уже купаться, конечно. По сути можно, но не нужно. Потому что, ну, кто хочет, чтобы его жалили медузы. Мы приехали купаться в океан. Все купались очень тепло. Прям как в Таиланде. Вот один в один. Как самый жаркий сезон в Таиланде. В июле возле Токио море, точнее не море, а как это назвать? Ну, тут как бы заливы Тихого океана везде. Да, было очень жарко, было очень классно. Вода была, блин, 36 градусов. Я уплянусь. Да, было супер. До момента, пока меня не укусила медуза. Вот. Вот так вот. Я не знаю, просто почувствовала... Хотя еще был не сентябрь. Да. Просто я почувствовала, как будто бы в воде была крапива. Я вышла. У меня вот так вот рука. У нашего друга американца тоже, по-моему, то ли рука, то ли нога. А, у него была, да. Вот. И мы когда вернулись домой, только потом узнали, что приплыли какие-то медузы неизвестные. Не знаю, откуда они были. Неизвестные науки. Новые медузы. Да. Я на себе испытала, как видно, выжила. Вот. Но в магазине, в аптеках есть мази от медуз, кремы от медуз, от всех насекомых. Так что все это лечится, все нормально. Ну, время это заняло, конечно. Было страшновато так, потому что за месяц в Таиланде никто не кусал. Ну, по-моему, это было страшно. Здесь за час, не знаю, короче. Очень странно. Вот. Поэтому проверяйте все перед тем, как куда-то едете. В каких районах живут люди со средним достатком, обеспеченные и богатые? Ну, понятия не имею. Ну, наверное, в частных домах, в хорошо выглядящих районах, похожих домиках, там живут, наверное, обеспеченные люди. Ну, в Токио есть районы, самые дорогие районы, именно где можно жить. Ну, я не говорю о дорогих районах, где только офисы. Именно вот, как бы, спальные богатые районы. Это в основном возле, ну, в центре. И возле... Я забыла тоже район. Нет, я хочу сказать... А, возле посольств иностранных стран, других стран. Потому что там всегда живут депутаты, там... Не депутаты, дипломаты. Я забыла русский. И там... Дорогое жилье, крутые дома, крутые тачки. И все, все, соответствующее. А бедняки живут в нашем доме. Бедняки живут вот в таких жилях, как у нас. Далеко от центра города. Да, даже не города Токио. Простых, возле каких-нибудь небольших станций. Простых, там, цитажных домиках. Однокомнатных квартирах. Квартирка, квартирка, да. Квартирах, просто, которые одна. Одна вот... Вот, одна комната. У нас еще ничего. У нас практически полторы комнаты. И просто так, что она одна, и все. Да. Да, ничего, нормально. Ну, я бы не сказала, что здесь есть прям какое-то сильное разделение. Но богатые и бедные районы. Но бывает, что идешь, район какой-то вообще, ну, просто чуханский. И идешь, и там просто построили новостройку с такой парадной, хочется ее называть, с вестибюлем, с консьержем. Там все красиво, все блестит. Растения растут. И просто эта новостройка... И там будут цены, как будто ты живешь в Токио. Да, да. А она на самом деле сидит где-нибудь, ну, просто в Пукио. Много ли странных, неадекватных людей встречается на улице? Мой любимый мужчина без штанов. Он мне неадекватный. Он просто странненький. Ну, достаточно. В Токио есть там, который... Ты объясни, сейчас подумаешь, что там все без штанов. Каждый раз, когда мы идем на работу, мы идем в одно и то же время, одной и той же дорогой. Занимы тем же нашим коллегой с работой. Да. Этот коллега, когда мы приехали и работали, получается, чтобы в сентябре мы начали работать, он ходил в коротких шортиках. Ну, было 30 градусов на улице. Да, мы, в принципе, такие, ну, хотелось бы тоже, но мы себе такого не позволяем. Шорты такие, ну, трусы, можно сказать. Вот. Сминец. Да. Даже до семенечков там еще дошить надо. Вот. Сентябрь он отходил. Октябрь он начал ходить. Мы такие, ладно. В ноябре уже мы кондиционер топим, он все уходит так же. Это время 6 часов вечера, то есть на улице уже ночь. Он идет шортик. Мы такие, ладно. Но потом наступил декабрь на улице. Потом на смерть. Январь. Январь. На улице нет ничего живого вообще. Мы в куртках. Мы в пуховиках. В пуховиках, в колготках, в термобелье, в вугах. Одетый полностью. Он все еще в шортах. Он надел курточку. Но он все еще в шорт и трусах. И на улице наступил март. Он все еще так же ходит. Он проходил всю зиму? Он, скорее всего, он проходил так уже несколько лет. Вот. У меня палец закаляется. Ты не знаешь, что он мне докладывается. Ну, может, не докладывается. Ну, немножко странно. Мужичок, да. Ну, прям сильно странных. Не знаю. Ну, вот в той трех. Да, кто ходит. Много. А, да. Который кричат. Который танцует на улице. Да. Но я, кстати, задумывалась, почему так. Потому что, ну, прям странные люди. Вот они идут. Они могут просто заорать на всю улицу. Или идти просто петь какую-то песню очень громко. Или там долбиться во все двери. Или куда-то побежать резко. Ну, вообще. Неадекватное поведение. Но я никогда не видела, чтобы какой-либо неадекватный человек пытался другим людям предстать. Вот если они, ну, больные, они просто идут сами себе на уме. Они не представляют никакой опасности. Вот реально. Ну, да. И я думала, почему вот реально много по сравнению с Россией. Ну, да. Вот идешь по улице. Наверное, там, если каждый день гулять. Ну, каждый день. Через день ты их будешь встречать. Да, да. И это не старые какие-то там выжившие из ума. А есть и молодые. Я, ну, пока что, я пришла к такому мнению, что в Японии очень все инклюзивно. Не только в отношении людей с... Особо... Да. Ну, допустим, колясочники или еще какие-то. Еще очень все инклюзивно в плане людей с ментальными проблемами. У нас встать вопросы для такого разговора. Ну, я думаю, нет. Вот. Поэтому сейчас мы идем гулять. И показывать, рассказывать еще о причинах, почему мы здесь. Идем. Еще популярный вопрос, который нам задают, мне кажется, каждую неделю. Во-первых, как мы вообще оказались в Японии? Как нам пришла идея сюда приехать? Почему мы выбрали именно Японию? И что мы будем делать дальше? Будем ли мы жить в Японии всегда? Или мы вернемся домой в Россию? Или что-то еще? Мы приехали в Японию, потому что изучали японский язык в университете, как мы уже сказали. Но, кроме этого, лично я еще, наверное, лет... Не знаю сколько... 15 в своей жизни. Ну, ладно, нужно 15-13. Где-то с младшего подросткового возраста. Вообще интересовалась культурой Японии. Любила Японию. Очень мечтала вообще когда-то просто побывать в этой стране. Я смотрела аниме там какое-то время. Ну, вообще, в принципе, атмосфера Японии как-то мне всегда... Меня привлекала. И когда я уже стала старше, я стала интересоваться, как вообще вот в Японии уровень жизни, экономика. И я поняла, что, в принципе, это неплохая страна, в которой мне хотелось бы жить, потому что в своей стране я видела много минусов. Здесь тоже есть минусы, но плюсы Японии как-то меня подкупили. И я захотела сюда приехать, попробовать здесь пожить. А ты? А я? Ну, что можешь сказать для меня, что меня с школьных времен очень сильно привлекала жизнь за границей. Мне также не очень сильно симпатизировала Россия. И я рассматривала, как бы, разные страны и их привлекательность для меня. Как-то всегда понимала, что Европа мне не очень нравится, Америка тоже. В своё время мне очень нравилась Канада и Азия в целом, потому что наш город находится близко к Азии. Потому что, в принципе, азиатская культура всегда мне была интересна, особенно японская, особенно аниме и всё вот такое вот. Но я не сильно была заинтересована прям, чтобы с детства хотеть сюда приехать. Но со временем, с начала изучения языка, я поняла, что страна интересная. Хотелось бы найти, устроиться на хорошую работу и продолжить здесь жить. Пока что за год жизни в Японии у меня, как бы, к ней не пропала любовь, сильно розовые очки не спали, так как у меня их не было. Поэтому мне бы хотелось остаться здесь, попробовать хотя бы остаться, попытаться. Но если что, я думаю, что всегда можно вернуться домой. Ничего не вижу в этом такого страшного и позорного, да? Не очень хотелось бы в России планы дальнейших строить, по крайней мере мне. Вот, поэтому Япония для жизни выглядит замечательно, очень безопасно, очень приятно. Поэтому пока что я рассматриваю только Японию. А как бы, как будет дальше, узнаем. Пик! Субтитры сделал DimaTorzok